Всем привет, это Регина и мой очередной S-Hall из раздела GINOS Simple Life. Да, я продолжаю вести простую, припростую жизнь, покупать простые, припростые продукты, преимущественно одной марки, чтобы не запутаться, и, конечно, с удовольствием делюсь своими приобретениями с вами. Итак, несколько месяцев назад неподалеку от нас загрался магазин PENI, но взамен его открылся другой магазин, тот же самый материнской фирмы под названием REVE. REVE вообще магазин не дешевый, но имеет дешевую линию под названием YA. Для тех, кто не знает, что такое YA, YA по-немецки это DA. Итак, каким же продуктом я сказала DA сегодня? Общий счет, сразу покажу вам, у нас был 15,53 евро, по-моему, за такое количество продуктов. Это неплохая цена, особенно если вспомнить цены в России. Я очень голодная, поэтому давайте без долгих предисловий начнем. Начнем прямо отсюда. Это у нас сыр фета, который здесь называется балканским сыром. Стоил он что-то в районе. Вот совершенно я не подготовилась. 87 центов стоил этот сыр. И веса здесь 200 грамм. Ну, практически фета, как фета, ничем не отличается от того, что вы приобретаете под подобным названием в России. Что несколько отличается, так это так называемый фрешкейзе. Я очень долго не знала, как это перевести на русский. Потом мне сказали, что это творожок. Поскольку я вот прямо сейчас его начну кушать. Давайте, может быть, я вам его открою. Он не совсем такой творожок, который я покупаю в России. Потому что в России я все-таки его покупаю с прессованным. А здесь он такой уже какой-то с жидкостью. Но если насыпет туда много-много сахара, то будет вкусно. И поскольку я практически каждый день хожу на спорт, мне, конечно же, необходим белок. Не потому что врачи говорят, а просто вот я прихожу в магазин и бросаюсь на все вот это. Молоко, сыр, яйца, творожные все эти изделия. Это вот прямо мое. Стоила 49 центов, купила я две упаковочки. Также я купила две упаковочки моцареллы. Ах, да, здесь 200 граммов идет. Моцарелла идет у нас по 125 граммов. И поскольку это марка «Да», то стоила она всего 55 центов за штучку. Это значит, что-то в районе 27, что ли, рублей. По-моему, очень по-божески, если учесть российские цены. А молоко опять 3,5%, и как везде в Германии, вот эти дешевые марки, что в Альде, что в Пене, что в Рейве, стоят 69 центов за полтора литра. Взяла я, да, три упаковки. Потом я взяла спаржу, не знаю зачем, то есть я не собираюсь готовить, я собираюсь ее съесть из банки вилкой. Мне очень захотелось спаржи. Я не готовлю мясо с соусом холландес по весне, как делаются и немцы. Но вот сегодня прямо мне так захотелось спаржи, что вот не сходить ли мне к гинекологу и не проверится ли на наличие третьего ребенка в организме. Подумала я. В общем, купила я спаржу, стоила она евро 19 центов. И здесь у нас... Ага, изготовлено в Перу. И здесь у нас 330 граммов. Если слить воду, то будет 205 граммов. Видно вот здесь. Потом шпагетти с сырным соусом, вот в такой вот упаковке. Ну, можете себе представить, что это загадская гадость, но иногда я люблю вот такие готовые продукты. По-моему, они напоминают мне о жизни в Советском Союзе. Моя мама очень много работала, и я очень часто ела вот подобные такие полуфабрикаты. И с тех пор нежно их люблю, действительно, от всей души, без дураков. Купила растительное масло, потому что все-таки собираюсь приготовить настоящий человеческий свежий салат. К этому же салату сразу покажу. Фету вы уже видели. Купила набор огурцов, хотела сказать, помидоров. 650 грамм здесь за евро 29. Это была какая-то специальная цена. Производитель Германии написано на... Ах, ну здесь тоже написано. На чеке даже написано было. Бутылка воды для моего друга Санду. Без газа. Он очень просил, чтобы без газа. Ну, опять же, как во всех дешевых магазинах, у нас вода стоит по 19 центов. Плюс 25 центов обратите за бутылку. И когда вы бутылку относите обратно в магазин, эти 25 центов залога вы получаете обратно. Ах, да, рапс-эль. Я, честно говоря, не знаю, как это переводится на русский язык. Ну, в общем, это не подсолнечное масло. Это единственное, что я могу сказать. И стоило оно всего-навсего... Не вижу здесь где-то штука. Ага, 99 центов, как я и подозревала. А орешки я тоже прямо вот... Наверное, после того, как я открыла творог, я начну все-таки с творога. Вообще, я думала, что я не дотерплю творога и начну прямо с орешков. Я покупаю их очень редко, потому что они соленые, и они здоровые, и бла-бла-бла. Но я реально очень много занимаюсь спортом. Я очень много двигаюсь и очень мало ем. Поэтому иногда можно, иногда мне реально хочется. И стоили орешки... Да, 69 центов, по-моему, и стоили. Не буду сейчас их искать на этой штуковине. Молоко я уже показывала. Персики. Это у нас было специальное предложение. Килограмм из Испании за 79 центов, что ли. Что-то какая-то тоже была очень смешная. Да, 79 центов. Болтые персики. Очень смешная цена. Мусс вот этой самой фирмы Реви, которая на самом деле не материнская. Материнская называется, по-моему, как-то еще иначе. Опять же, из той же серии, что и орешки. Редко можно. Он полосатенький, беленький и коричневый. Стоил 39 центов. Раз в месяц, если что-то подобное позволяю. Потом мне очень-очень захотелось мандарины и апельсины в банке. Стоило все это богатство тоже что-то в районе 60 центов. Поэтому я решила... 65 центов. Я решила побаловать себя. Не знаю, наверное, все-таки мне пора к гинекологу, честно. Я так смотрю сейчас на свои покупки и понимаю, что дело ясное, что дело темное. Так, поехали дальше. Багет полуготовый, который надо положить в духовку на 15 минут. И будет вам счастье. С травками внутри стоило 49 центов. Опять же, это один из тех продуктов, которые во всех магазинах стоят одинаково. И по вкусу они тоже абсолютно одинаковые. Яйца я взяла против своих принципов из Bodenhaltung. Это те, где курочки колбасятся по полу, хотела сказать. В общем, я обычно люблю Freilandhaltung. То есть, где курицы живут по старальной жизни. Но эти яйца стоили в Реве 2,29. И это реально дорого. По сравнению с тем, сколько они стоили в Пене или в Альде. Размер у них М. И здесь 10 штук. Стоили 99 центов. Коричненькие, хорошенькие. Одно обкаканное. Да, ну и туалетная бумага. Ее мы не едим. Но я просто вам решила ее показать для того, чтобы вы уже видели все-все-все, что принесла сегодня из магазина. На этом мой обзор покупок закончен. Я очень голодная, поэтому всех люблю целую. Но не буду долго прощаться. Вот прямо. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok